В честь представить вам сейчас создателей фильма «Флана Фенатсиона» Лэд Войтман, английский фильм «Котик режиссер Дарит Грекова» и выдающийся итальянский певец-актер Мася Воробери. Действительно колоссальная честь и радость. И очень хорошо, что вы здесь. Это наше самое пользование. Переведите, пожалуйста. Я очень рад, что здесь много народу, потому что интерес в нашей картине был колоссальным. Не только и по многим причинам. Прежде всего, конечно, мы прекрасно знаем, кто такой был Павел Базарин. И хотя бы безсоветские власти и любые картины не показывают все в нашей стране. Мало того, содержание иногда очень сильно политизировалось. Но, тем не менее, всегда интерес к этой фигуре был колоссальным. В России изданы несколько замечательных книг, посвященных Рождеству Позволения. И мы, естественно, следим за его посмертной, так сказать, славой, вот этой нераскрытой трагедией. Так же, как мы следим за судьбой очень многих, трагическими судьбами, очень многих выдающихся мастеров кино, поэзия, литературы 20-го. У кого из них были схожие трагические судьбы. Я вам больше скажу, я не думаю, что только смерть Позволения является такой же колоссальной загадкой для нас сейчас. Но и смерть многих, кстати, людей такого ранга, такого таланта, такого гения, которые раньше времени ушли из жизни. К сожалению. И я очень рад, когда мы посмотрели эту картину в Италии. Я сразу решил, что именно эта картина будет участвовать в нашем конкурсе. И я вдвойне рад, что компанию Давиду Греку, который, в общем-то, уже знает, что такое Россия, и снимал здесь. Что компания составила такой удавящийся мастер, как Масси Мораньея, который всю блестящую карьеру начал в кино. Насколько мне известно, первый ваш фильм был у Мавы Болонии в кино Метелло. Может, я сейчас спутаю, я специально не проверял. Да, я в конце, по-моему, у нас была в прокате. Но я прекрасно помню многие ваши песни, которые издавались тогда, я так понимаю, полулегально в советское время. Многие из них я помню наизусть до сих пор. За нее до конца, на это, между прочим. Да, что огромное вам спасибо. Давайте начинать наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот как любая такая грандиозная фигура, как Пазолини, как Пулгизя, как Пушкин, как Маяковский, как Лугаков, у нас это фигура, по отношению к каждому своё собственное личное к ней отношение. Вот кто для вас Пазолини? Как он повлиял на вашу жизнь? Может, вы видели его, встречались с ним в жизни? Как он повлиял на ваше творчество? Я имею в виду Пазолини, так сказать, в самом широком смысле слова. Не только как кинорежиссёр, но и как поэт, как философ, как политик. Вот это первый мой вопрос. И вам, и вам. Спасибо. 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 Очень рад, что я здесь. Очень рад вас приветствовать. Это, надо сказать, первый показ этого фильма «Синкрижон». И для нас показ очень важный, для нас стране. Это страна, история, которая есть в этом фильме, может быть не на самой поверхности, но присутствует. Это достаточно образованная, известная страна, потому что здесь читают, здесь ходят в кино. И я не мог желать лучшей премьеры за рубежом своего фильма, чем России. Теперь я отвечу на вопрос. Я познакомилась с Пазолини, когда мне было 9 лет. Когда я был молодым, я была актером, ужасным актером, надо сказать. И Пазолини для меня специально создал одну роль в фильме «Теорема». И после первого же дня съемок, я ему сказала, да вырежите эту роль. Или возьми на эту роль какого-нибудь другого. Потому что по сути я, какой из меня актер. И тогда он решил просто вырезать эту роль, и в фильме вышел без него. Он попросил меня только сыграть одну сцену, которая, к сожалению, и так не была вырезана, и до сих пор осталась в фильме. Ну и благодаря вот этому эпизоду я стала одним из лучших друзей Пазолини. Ну мы вечера очень часто проводили вместе с Франко Читти, актером, и с Серджио Читти, его братом, который был очень важным сценаристом для творчества Пазолини. И с другими ребятами из команды Пазолини. Потом, когда мне стало 18 лет, я стала журналистом. И в каком-то смысле я стала его журналистом. Потом он сам тоже стал журналистом. И именно из-за этого, в общем-то, он умер. Что касается журналистской части его деятельности, я не очень хорошо понимал, что он делал и чем он занимался. Но я знал, что ни в Италии, ни в Европе журналисты такого уровня, никогда не существовало как Пазолини. И поэтому я очень все время боялся, что с ним что-то случится. Ну и вы видите, что с ним случилось, вы видели в фильме. И Массимо Ранели, который встречался с Пазолини всего один раз в своей жизни, расскажет вам о своем Пазолини. Но Массимо Ранели, когда ему было 15 лет или 16 лет, он уже был знаменит, он сразу стал знаменитым. Уже его фотографии были в газетах. И я над Пазолини посмеивался. И я говорила ему, вот этот вот актер, он что, сын мой что ли? Чей это сын? И ему это все время очень раздражало, когда ему... И все остальное вам просто скажет Массимо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу, прежде всего, вас всех поблагодарить, потому что сегодня, это на самых прекрасных дней моей жизни. Потому что я нахожусь на земле моих идолов. Чеков, Верон, Горби, Пушкин, Андрей и Каргия. И многих других писателей. Я, в общем-то, можно сказать, вырос на русской литературе. Это был мой хлеб. И мне очень понравилось visitать Москву, когда я читала этих потрясающих и высочайших писателей. Ну, вот я здесь сегодня, я очень взволнован. Я пытаюсь понять вообще, где вот по городу ходили эти люди мои, где они присаживались, где они гуляли. И, где они гуляли свои шедевры. И вот эти потрясающие произведения, которые нам оставили, где они были написаны. написано, задумываясь, а они нам и вам оставили литературу, которую мы до сих пор воспитываемся и живем. В первом сионе я ввел в сцене написал написал Андреев. Я поставила один из рассказов для Андреева на сцене. Но даже не буду упоминать сколько лет назад. Я тогда был в школе. И в следующем году я наконец-то задумала осуществить свою мечту. Это текст, который мне больше нравится у Антона Чехова. Я хочу поставить. Ну, это было привезло, да? Я хочу сказать, что это город редкой красоты. Я не рада раньше не видела, но... Это совершенно потрясающе здесь. Я благодарю вот моего режиссера и всех вас, что я здесь оказался. Я вообще всех благодарю за приглашение вы на этот важнейший фестиваль. И, я думаю, что один день, не очень далеко, я надеюсь, я смогу привезти сюда мою землю, то есть я смогу снять великую непританскую песню. И фармон спектакль. Чтобы сделать здесь. Привезти сюда спектакль основанный на непританских песнях. Ну, я не хочу вам наскучить, но я хочу вам сказать одну вещь. 35 лет назад где-то. Я работал с Джорджем Стреллером. Я работал с Джорджем Стреллером, один из величайших режиссеров в театральных. Он пришел ко мне в Кременку, вот тот вечер, который я сейчас не знаю, о котором хочу рассказать. И сказал мне какой-то комплимент, который выходил за как-то нормально. Потому что я в одной сцене, это была сцена в воде, фактически. Я там танцевала Тип-Топ, но благодаря Стреллеру там как-то это все было сделано. И, значит, Рудольф так и сказал, да, комплименты, так хорошо танцуете. Я до сих пор вспоминаю это с таким волнением, от кого я получила этот комплимент за танец. Из этого момента родилась какая-то замечательная дружба. Каждый раз, когда он приезжал в Италию, он узнавал, где я в это время, в каком театре, и старался со мной встречаться. Это все тоже из чего-то. А, видите, вот у вас там шляпка на первую блюду женщины, а он хотел такой билетик себе купить. Он говорит, что папа очень идиотный, а мне бы не пошел, ему бы не пошел. Он говорит, что папа очень идиотный, а он не мог бы не пошел. Он сегодня обсуждал, а я не пошел, но так как вы говорите. Хорошо, что я делаю. Спасибо. О, спасибо. Моё рапорти с Пьер Пауло, Моё, наверное, с Пьер Пауло, Как вы знаете, да, это видно и в этом фильме, и в других его фильмах, он любил играть в футбол. Ну и там вот на этой периферии города было такое поле, в футбольной я только закончила играть. И я там завязывал кроссовки, чтобы уйти, да, и переодевался. А он наоборот только пришел и тоже занимался тем, что штуки на туфли завязаны, на кроссовки, потому что он начинал на приказе. Он повернулся, увидел меня и говорил, да, ой. А действительно, мы похожи. Я сказал, да, маэстро, и правда. Ну, и он сказал, комплименты за все, что вы делаете, как актер, и потом мы больше не встречались. Но понимаете, вспомнить об этом сейчас, это как о благословении Божем вспомнить. Вот таким образом, благодаря, я благодаря Богу за это, я смог познакомиться с удивительным писателем, удивительным журналистом, удивительным поэтом, режиссером. Когда мой друг, да, мы уже 35 лет дружим, мы фактически друг друг, там, взамен братик, братишка. Мне, собственно, уже много лет предлагали сыграть роль Пазалини, разный режиссер. Ну, я отказывался, потому что я не доверял тем людям, которые мне предлагали этот пазали. Потому что персонаж, герои, когда такой глупой внутренней красотой, ты не можешь принять предложение, первым попавшись режиссера, который предлагает тебе сыграть Пазалини. Ну, и вот когда он пришел ко мне домой, я сказал, что я буду продолжать писать этот сценарий, если ты согласишься. И я сказал, да, да, но я могу тебе сказать и нет, потому что фактически это шантаж. Но, поскольку у моего друга была, можно сказать, Пазалиниевская прошлая, я знала, что он какую роль он играл, как он бы хорошо знал Пазалини. И я только сказал, когда он был закончен сценарий, я прочитал его и сказал, да, все хорошо, только у меня есть внутренний страх перед этим. И он упал на колени. Но потом я сказал, что он не упал, а потом я сказал, нет, я это сделаю, я буду играть Пазалиниевская прошлая. Да, но я могу сказать, что я прошел три месяца, предыдущий фильм, и, конечно, параноия, ансия, и почти паник. И, значит, перед тем, как сняться в этом фильме, я три месяца прожил, можно сказать, полной паранои, охваченной паникой, и очень беспокойное состояние. Это моя маленькая история об этом великом человеке. Я только могу надеяться, что я идеологически смог приблизиться к нему в этот фильм. Я думаю, что он был один из персонажей после Попетельо, из Мавро Больнени. Полный персонажи? Сами трудно тебе. Потому что когда играешь Pierre Пауло ты не можешь вести себя как акцион. Тебе только нужно стараться быть самим Pierre Пауло. То есть фактически нужно играть его, то есть интерпретировать его из. И я думаю, как актер, это была для меня самая трудная роль, а как человек я всегда был очень близок к его мышлению. То есть все, что есть в его мысли, я воспринимала это не очень близко. Это была большая удача, что я бы со мной был декоративный режиссер. И когда мы по утрам разговаривали, то есть обменивались какими-то мнениями. Для меня это было, как говорит самим, Пьер Пауло. Потому что он каждое утро рассказывал мне какие-то маленькие или крупные эпизоды из жизни Пьер Пауло. И это сделал так, чтобы я был менее стрессован, но более расслабленным. Может быть поэтому из всех, кто был занят в этом фильме, я был как наиболее расслабленным и наименее в состоянии стресса находился, потому что я погружалась в его жизнь. Но я не знаю, удалось ли мне его передать полностью, сыграть. Я говорю, что это не так, как интерпретировать астров персонажа из Дяди Вани. Понимаете, это не играть астров из Дяди Вани, то есть мы играем персонажа из пьесы о живом человеке, который жил. И, как я уже иначе говорила, возможно это была самая сложная роль из моей актерской карьеры. И я всегда готова снова сыграть завтра, я готова снова пережить этого великого человека со своими нашими людьми, со своими великими вечерами. И что мы будем делать вам, Петро, по-грациям. Я на первую послышку долго говорю, спасибо вам. Спасибо. Граци, миле. Граци. Мы готовы вас слушать. Ну да, кто с ним подпись, это лааааа. Какие? Кто хочет задать вопрос нашим создателям? Копитума, да. Восемь у нас желающих. Иван Афанасьев, сайт Катонавты, молодежный сайт. Во-первых, спасибо большое за фильм. Массимо, вы могли также сыграть Жан-Поле Сарта? Массимо, вы могли также сыграть Жан-Поле Сарта? Массимо, вы могли бы интерпретировать Жан-Поле Сарта? Ох, да реально. Кто знает. Пусть будет это ваша следующая роль, у вас очень здорово получит. По-моему, по-моему, в своё прошлом роли, не ущерам в интерпретаре. Никогда. Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Никогда не говори, что он похож на Иуду. В том смысле, что сам Пазолин Много раз в своей жизни приближался к этому персонажу, к Христу. Если мы вспомним, например, Евангелие Матвея, где он своя мать, практически ставит на место от Матвея, и потом вспомним, что он снял в городе Матвея, который сегодня, по какому-то чуду, считается во всем мире городом Христа. Туда? Приезжают туристы каждый день из всех частей света. Но я хотела бы сказать, что по поводу этой крестологической концепции по творчеству Пазолини было очень много написано, пожалуй, даже слишком много. Один из самых старых друзей, Павел Пазолини, Павел Пазолини, который умер достаточно рано, в конце 90-х, написал четыре книги, чтобы сказать, что Пазолини, в реальности, Павел Пазолини, как бы, в свою жизнь, все организовывал в перспективе своей смерти. И в этом его сходство с Христом. Понимаете, это не совсем так. То есть это не правда, но в этом есть что-то, вот, истинное. Пазолини тоже выбором Пазолини было умереть, в том смысле, что он понимал, что он идет на смертельный риск. По моему мнению. Потому что у него долг был перед братом. У него был брат, который был младше его, который ушел в партизане. Его звали Гвидо. И он пошел в партизане из-за того, что ему говорил Пазолини. То есть из-за каких-то вот вещей, он фактически вдохновил на это. Пазолини проводил его на вокзал. И дал ему толстую книгу. Книга внутри была пустая. Там был пистолет. Я не знаю, где он достал этот пистолет. И его брат Гвидо. И его брат Гвидо. Он умер достаточно быстро в внутренней какой-то схватке, которая была между партизанами. Там были партизаны-националисты, партизаны-националисты. И одни и другие, значит, там, они с ним боролись. И вот он умер. Но, в реальта, Гвидо Пазолини был спасен. Но, по сути, Гвидо Пазолини был, что ему было спас. То есть, на самом деле, он там не погиб, то есть, он был ранен, а все его друзья погибли. Здесь он нашел укрытие в каком-то доме крестьянском. Но там у него был какой-то порез, небольшая рана, и врач нашелся, который его выхотел. Все это было не очень страшно. Потом он сказал этим крестьянам, и я сейчас вернусь туда наверху, потому что там мои друзья, мои товарищи. И тогда он пошел туда, и уже когда второй раз пошел, его убили. Пошел на смерть. Пау Пазолини никогда не разговаривал ни со мной, ни с другими друзьями, ни с моим братом. В 1962 году у него был в журнале, в газете «Пие 9». И тогда он объяснил всю эту историю его отношений с братом, и про свою братом сказал. И в заключении вот этого ответа он пишет, «Пример моего брата будет вести меня по жизни до самого конца». «Ум месяц назад Пино Пирози, quello веро, сказал одному другу, что в ту ночь, пока мы туда ехали, восстановились на один раз больше. Я вышел там в туалет на минуту, потом, когда я снова села в машину, Пазолини не включил мотор. Он мне десять минут рассказывал о своем брате. Я до сих пор не понимаю почему. Это слова Пирози. «Ум месяц назад». «Спасибо большое. Я поюшу на на душе заканчало. А, спасибо большое. Попробую еще разговариваю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Три недели назад итальянский парламент посредил парламентскую комиссию, чтобы снова продолжить расследование смерти Позарения. Было совершено уже множество попыток и неудачных. Может быть, даже тот вартак, который сейчас творится в Европе, немного помог этому. И вот докладчица на этой комиссии открыла заседание словами о том, что убийство Позарения – это политическое преступление. Но я прямо в первом году был. Об этом у нас уже нет... в отношении нас нет никаких сомнений. Спасибо. 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 А мы... Скажите, Петрович, а не воленец? Сейчас посмотрим.